Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Никита Васильев. Сегодня повод нашей встречи, нашей передачи достаточно радостный, в общем-то. У нас в этом году значимую дату отмечает фонд содействия и кредитования у малого и среднего предпринимательства Тверской области. В этом году, это вот уже буквально завтра, 12 декабря, организации исполняется 12 лет. Вот такие вот хорошие круглые числа у нас получились, одинаковые. Ну, события это знаковые, а потому в честь этого мы решили пригласить к нам в прямой эфир руководителя, во-первых, фонда, да, а также предпринимателей региона, которые напрямую работают с этой организацией и с ее помощью получают, получили уже определенную поддержку для ведения бизнеса. Поговорим, конечно, мы и о той работе, которая была проделана за 12 лет фондом, подведем итоги этой деятельности, ну и, конечно, подведем первые такие осторожные итоги 2020 года, текущего года, года непростого для всего, наверное, предпринимательского сообщества региона, в том числе и для фонда, наверное, да. Ну, в общем, поговорим о той работе, которую бизнес совместно с организацией, которую помощь ему оказывают, вел в этом году. Представлю я гостей уже полноценно, по-настоящему. Итак, Ян Солюков, генеральный директор фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства в Тверской области. Ян, здравствуйте. Спасибо, что сегодня с нами. Ну и, наверное, с вступающим праздником, хотя заранее, как известно, с днем рождения не поздравляем. Кирилл Нестеренко, предприниматель, руководитель салона мебели. Кирилл, добрый день. Спасибо, что сегодня с нами. И Юлия Ковальчук, предприниматель, генеральный директор школы иностранных языков в Твери. Да, здравствуйте. Я так громко, да, вначале сказал то, что у нас предприниматели региона. Ну, может быть, это не совсем точно, но, по сути, они вместе с нами всегда со всеми. В лице фонда и, наверное, в лице телезрителей, да, которые нас сегодня смотрят. Итак, я еще раз напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Номер прямого эфира 300-190. Вы можете звонить, задавать свои вопросы руководителю фонда, предпринимателям, да, может быть, какой-то опыт у них перенимать, и спрашивать о той поддержке, которая фондом оказывалась и продолжает оказываться. Итак, ну, Ян, наверное, первый вопрос к вам, да, повод у нас встречи 12-летия фонда. Ну, вообще, вот что это значит, такая дата 12 лет, немалый срок для организации, во-первых, да. Да, немножко расскажите о том, с чего все начиналось, да, путь фонда. Ну, и с чем вообще подходите к своему дню рождения, к своему 12-летию. Да, добрый день, уважаемые тележители, спасибо за поздравление. Безусловно, дата для фонда, она знаковая, 12 лет, это уже определенный период и определенные навыки, которые наработал фонд, зарекомендовав себя на рынке Тверской области в части оказания государственной поддержки. Фонд наш был зарегистрирован 12 декабря 2008 года. Первым видом деятельности у нас было это предоставление поручительств по кредитным договорам. И первая такая сделка у нас была предоставлена в апреле 2009 года. Дальше планомерно мы развивались, и с апреля 2010 года мы стали оказывать вторую форму поддержки, и это предоставление микрозаймов. Тогда займы мы предоставляли максимальной суммой до 1 миллиона рублей, это было ограничение по федеральному закону. Но, несмотря на это, сигнал с рынка поступал, что все-таки 1 миллион – это не совсем такая большая сумма для предпринимателей. И с 2013 или 2014 года эта сумма увеличилась до 3 миллионов рублей. Соответственно, мы успешно, опять-таки же, реализовывали эту меру поддержки. Опять-таки поступал сигнал с рынка, что и 3 миллиона уже все-таки мало для предпринимателей. Такая ситуация менялась, да? Безусловно. То есть, да, и курс доллара, и так далее. Да, совершенно верно. То есть, происходили определенные изменения в экономике, и предельная сумма уже в 2015 году увеличилась до 5 миллионов рублей. И по сей день фонд успешно оказывает поддержку в части предоставления микрозаймов с максимальной суммой до 5 миллионов рублей. То есть, для тех предпринимателей, у которых не получилось по каким-либо причинам получить поддержку в кредитной организации, они всегда могут рассчитывать на поддержку нашего фонда. И вот за 12 лет, чуть позже я скажу итоговые цифры, которые… Да, об этом обязательно поговорим. Да, вот если взглянуть на эти 12 лет, да, на ваш взгляд, какие, может быть, наиболее знаковые достижения, успехи в работе фонда удалось их достичь и добиться? Есть что-нибудь такое особенное, чем вот очень хочется похвастаться при дне рождения? Безусловно. Самый главный успех для фонда, вот прямо по моему мнению, это то, что мы завоевали доверие среди предпринимателей к нашим формам поддержки. Мы видим, что предприниматель, который один раз попробовал услуги фонда в виде финансовой поддержки, он неоднократно к нам возвращается. Это самое главное достижение деятельности фонда. Но если говорить по непосредственно цифрам, по достижениям, конечно же, знаковые есть у нас проекты в части предоставления поручительств по крупным кредитным договорам, где производилось строительство какого-либо завода или приобретение завода. Мы вот такие тоже крупные проекты поддерживаем, потому что не всегда у предпринимателя есть достаточно залогового обеспечения, и вот на помощь как раз-таки идет, приходит наш фонд. Ну, еще раз, давайте обозначим, все это речь идет, конечно, о малом и среднем предпринимательстве. Безусловно, безусловно. То есть, это НСП, это небольшие, крупные, как правило, не очень большие, не самые крупные предприятия. Да, безусловно, и хочу отметить, что вот в структуре общего портфеля, оказанной поддержки как по займам и поручительствам, доля микропредприятий, это с численностью до 15 человек, составляет 80%. Абсолютная большинство. Да, да. То есть, если сравнивать средние предприятия, то средних предприятий там 2% от общего портфеля. То есть, 80% это именно микробизнес, это именно те предприниматели, для которых рассчитана наша поддержка. Ну, и вот среди этих предпринимателей, некоторые из них сегодня с нами, к счастью, присутствуют. Представители присутствуют. Да, представители. Кирилл, ну, наверное, к вам тогда первый вопрос. Вы один из тех предпринимателей, которые мы знаем, сотрудничает с фондом. Да, расскажите для начала, как началась эта работа, когда возникла идея, по каким причинам. Насколько вообще помогают, на ваш взгляд, подобные фонды развитию, ведению своего дела? Ну, добрый день, уже моя аудитория. В первую очередь, нужно отметить, что фонд предоставляет, помимо того, что это хорошая помощь тебе, как предпринимателю, это еще и, как правило, льготные условия, которые, в общем-то, отличаются от того набора, ну, если говорить о займах рыночных ставок, которые предлагаются на рынке. Как правило, фондам предоставляются ставки ниже, если говорить о кредитовании, микрокредитовании. Мы обратились первый раз, не скажу, в каком году, но, наверное, были одними из самых первых, кто обращался за помощью. То есть, отружество, сейчас перебью немножко, кодотворное, давнее, партнерство, давнее, системное. Да, в данном случае мы, как своего якорного партнера, что называется, фонд всегда держим в голове, и когда есть какая-то необходимость в помощи, мы обращаемся. Обращаемся мы за, ну, мы обращались за займами, это, в общем, была одна мера поддержки, которую фонд оказывал, вторая, мы вот сейчас, а это уже мой бизнес, да, там была другая немножко сфера. Ну, вот эти займы, да, о которых вы говорите, правильно? Скажите, вообще, насколько, на ваш взгляд, подобные, вот, подобные меры поддержки, она важна для предпринимателей, и как она вам помогла, конечно, в первую очередь? Ну, мы обращаемся за этой мерой поддержки, когда есть какой-то проект, который ты, например, ну, которым ты хочешь масштабировать свой бизнес немножечко, на какой-то увеличить, например, там, модельный ряд в нашем мебельном бизнесе, например, модельный ряд тех или иных изделий, представить какую-то новую коллекцию, которую потребитель еще в нашем городе не видел, к примеру, либо, ну, в общем, как правило, мы обращаемся за этими займами для того, чтобы привести что-то новое для потребителя регионального, которому было бы интересно, и мы чувствуем, что этот спрос, он, скорее всего, откликнется у аудитории. Давайте там более подробно, в том числе, и об этом поговорим. Да, после небольшой рекламы у нас небольшой перерыв, мы вернемся совсем скоро. Вы смотрите программу «Тема дня», мы работаем в прямом эфире. Я напоминаю, что сегодня мы вместе с предпринимателями Твери, а также с руководителем фонда, содействуя кредитованию малого и среднего предпринимательства, говорим о той поддержке, которая в настоящий момент оказывается, и уже оказывалась фондом на протяжении последних 12 лет. Я напомню, что организация завтра, вот буквально в пятницу, 12 декабря, в субботу, да, 12 декабря, она отмечает свое 12-летие, и вот обо всем об этом мы сегодня говорим. Я напомню, до перерыва мы с Кириллом Нестеренко начали разговор о том, какую вы, как предприниматель, поддержку получаете. Давайте немножко поподробнее расскажите, как, еще разочек, да, напомним телезрителям, как давно с фондом сотрудничаете, ну и насколько плодотворно это сотрудничество. Ну, плодотворно оно априори, поскольку мы понимаем, зачем обращаемся в фонд, и это, безусловно, имеет смысл. Обращались мы раза 4, возможно, 5 раз на протяжении, вот, ну, я полагаю, где-то около, наверное, 10 лет, это партнерство уже длится. Фонд в восьмом году основал, сейчас 20, да, ну, где-то лет 10, наверное, да. Мы микрокредитовались на увеличение, как бы, ну, оборотных средств, соответственно, увеличение экспозиции в нашей компании и представление новых продуктов. Так, например, были привезены диваны сербские в наш регион, такие довольно интересные. В этом смысле это партнерство всегда было плодотворным, всегда конструктивным, быстрым, потому что есть ряд продуктов в фонде поддержки МСП, которые не требуют залоговых, например, обязательств. Ты на несколько дней можешь получить средства, которые тебе оперативно необходимы, поэтому для нас это всегда качественно и вовремя. А сколько вообще по времени, насколько вот как раз по поводу времени, да, сколько уходит примерно времени, чтобы собрать документацию необходимую, подготовить это все, подать в фонд и получить в итоге деньги? Насколько это все быстро осуществляется? Как правило, на это уходит не больше недели. Если это беззалоговая помощь, это можно сделать за 2-3 дня. В данном случае даже не от фонда это зависит, потому что фонда максимально оперативно рассматривается, эти твоя заявка. Чаще это зависит от органов сопутствующих, таких, например, как налоговая, в которой нужно заказать справку, получить ее на следующий день, например. То есть 2-3 дня, в принципе, ты можешь получить средства, которые тебе необходимы сейчас и буквально завтра, послезавтра, когда ты понимаешь, что там какой-то оказался в какой-то потребности, например, либо под проект, который, ну, проекты планируются, как правило, уже более осознанно, поэтому в данном случае, ну, неделя, полторы, ну, 10 дней, может быть, всегда это сроки, в которые заявки рассматриваются, ну, у нас вот все одобряются. Ну, и что я еще услышал для себя, мне кажется, достаточно важная вещь. Люди получают деньги, вот в частности, да, мебельный салон. Получаются деньги, закупается новая продукция, сербские диваны. И что в конечном итоге сербские диваны, они оказываются у каждого в квартире, ну, у желающего их получить. То есть, по сути, фонд ведет работу не только с предпринимателями как таковыми, но и помогает людям, да, в том числе, чтобы новая мебель, интерьер радовала их, да, и появлялась у них в квартирах. Ну, я так это вижу. Да, 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 так и есть. Юлия, ну, вы тогда расскажите тоже, несколько расширенно, если можно, да, о том, какую работу с фондом ведете. Вот Кирилл нам рассказал, что достаточно плодотворная эта деятельность. Можете поддержать? Это то же самое, так? Да, конечно. Добрый день, уважаемые телезрители. Мне тоже очень приятно сказать несколько хвалебных слов в адрес фонда. Мы только единожды пока что столкнулись с фондом поддержки МСП. Буквально неделю назад мы приобрели помещение под школу иностранных языков. То есть, сейчас наш бизнес расширяется, и возникла необходимость в своем хорошем помещении, которое нам позволит создать эффективную школу, современную школу. И поскольку приобретение помещения было связано с привлечением кредитных средств, возник вопрос о залоге, о достаточно большой сумме. И здесь мы узнали, что есть такая возможность, такой фонд, который до 50% нашей сделки может взять под поручительство. Это очень увесистая помощь, скажем так. И хочется поблагодарить в том числе центр «Мой бизнес», поскольку их сайт и их рассылка информационная нам очень помогла узнать о такой возможности, как и о других мерах государственной поддержки, которыми смогла воспользоваться школа иностранных языков в кризисный период пандемии. Что это за меры поддержки? Раз вы начали, тогда расскажите об этом поподробнее. Может, кто-то из смотрящих нас предпринимателей тоже еще раз для себя что-то новое откроет? Мы воспользовались несколькими формами государственной поддержки. Поскольку в марте месяце мы были вынуждены закрыться по распоряжению властей, и нам пришлось переходить на дистанционное обучение, на обучение онлайн. Это стресс. Во-первых, общество у нас было не очень к этому готово. У нас мало вообще кто был готов, да, потому что у нас с марта происходит так? Да, действительно. Нам нужно было каким-то образом сохранить занятость, сохранить персонал, и поэтому в этом нам очень помогла субсидия на сохранение занятости, которую, я думаю, очень многие воспользовались при определенном акведе на 1 марта 2020 года. Можно было ею воспользоваться в течение двух месяцев. Немножко поподробнее, о чем идет речь. Я правильно понимаю, что это деньги на зарплату сотрудников? Да, совершенно верно. Давайте немножко поподробнее. То есть это субсидия, которую получает организация, которая входит в приоритетные отрасли. Перечень пострадавших. Да, перечень пострадавших, совершенно верно. В том числе образование. Субсидия в размере минимального размера оплаты труда в месяц на каждого сотрудника организации. И такая форма господдержки действовала в течение двух месяцев. Это позволило нам сохранить занятость. И далее мы также воспользовались льготным кредитованием на возобновление деятельности. То есть это кредит, который при выполнении ряда условий работодателям безвозмездным является. Поэтому это тоже нам очень помогло. И также была субсидия, так называемая, коронавирусная. То есть на профилактические различные средства. Соответственно, без этих мер господдержки, наверное, мы бы не решились расшириться. Ну а когда мы решили расшириться, мы опять увидели, что нет никаких препятствий для того, чтобы удобно, быстро оформить кредит и воспользоваться в том числе поручительством фонда поддержки МСП. То есть что мы здесь видим? Вот конкретный пример. Непростой 2020 год для многих стал переломным. Люди не только остались, грубо говоря, на плаву, но и продолжают развитие, расширяются. Это вот история, наверное, частая для авторского региона. Безусловно. Да. И как раз-таки 2020 год показал, что адаптация мер поддержки, она была необходима. И в этой части фонд наряду с субсидией, которая предоставляла налоговая на выплату заработной платы, мы пересмотрели свои продуктовые линейки в части займов и расширили цель, и дали возможность предпринимателям привлечь наши займы на выплату заработной платы. Мы прекрасно понимали и осознавали, что сохранить коллектив в столь сложное время очень тяжело и непросто. И поэтому у нас многие предприниматели воспользовались данной мерой поддержки, поскольку не все попали вот в этот перечень пострадавших отраслей, и они воспользовались нашими займами, привлекая их под заработную плату. А вот эта история, когда люди не только трудности сумели преодолеть, а еще и в развитие вложились, она для Тверского региона насколько часто? Или это не совсем такие случаи регулярные? Ну, вот вы знаете, 2020 год, он первый такой кризисный в части пандемии, но несмотря на это, анализируя цифры в части оказания поддержки фонда, в части предоставления даже займов, мы увидели существенный рост потребностей именно в заемном финансировании для того, чтобы поддержать, сохранить, не дать распаса до определенного периода времени, когда были сняты частичные ограничения, и дальше предприятия смогли возобновить свою деятельность и, опять-таки же, выйти на тот докризисный уровень в части своей выручки. Ну вот, если немножко так отойти от 2020 года, непростого, нетипичного во многих отношениях, о нем мы еще раз поговорим, потом итоги подведем. Вот в целом, если не брать внимание, 2020, за 12 лет работы, как бы вы оценили, вы бок о бок с малым и средним предпринимательством на протяжении этих лет, как бы вы оценили, во-первых, развитие, остановление МСП на территории региона? Ну, движение какое просматривается, все-таки поступательное наверх, или есть какие-то, может быть, сложности, трудности, с которыми приходится справляться? Ну, вы понимаете, оно как бы все циклично. То есть, есть периоды и подъема, есть периоды и стагнации, но, безусловно, направление в части государственной поддержки, оно только поступательно вперед. И это отражается именно вот в последних годах, когда реализуется федеральный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, куда включены не только финансовые меры поддержки, но и имущественные, консультационные меры поддержки. И все это в совокупности, конечно же, способствует развитию предпринимательства в регионе. Опять-таки же, мы видим на примере этого года, как у нас идет развитие территорий в части строительства дорог. То есть, логистика – это одна из составляющих успешного развития именно муниципальных образований. Ну, а так как, я так понимаю, да, вы же не случайно заговорили о дорогах, так как там участвуют в том числе малые и средние предприниматели, вот в этой работе вы тоже им так или иначе свою поддержите? Да, безусловно, у нас есть клиенты, которые кредитуются в коммерческих банках, которые именно занимаются дорожной отраслью по строительству и возведению дорог. Они также кредитуются, у них также не хватает залогов обеспечения, и мы выступаем поручителями, безусловно. То есть, давайте еще раз обозначим, мебельные салоны, школы, языковые, да, и не только языковые, частные школы, строительство дорог. Настолько большой, получается, перечень, где так или иначе фонд ведет работу, да, оказывает поддержку предприятиям, как это вообще? Есть где-то какой-то отрасль, где вы не принимаете? Мы не оказываем поддержку субъектам, которые занимаются финансовой деятельностью, страховой, брокерской, ломбарды всевозможные. Да, все, что связано именно с деятельностью, с оборотом денежных средств, да, вот, это не наши клиенты. Наши клиенты, те, кто состоят в едином реестре субъектов малоседнего предприятия, с которыми идет федеральная налоговая служба. Опять-таки же, с этого года мы расширили круг получателей, теперь наша мера поддержки доступна и тем, кто реализует подакцизные виды. Это у нас табак, алкоголь, моторные масла. То есть, теперь для них также доступна наша поддержка. Ну и, наверное, в продолжении этого же разговора, самозанятые, я так понимаю, они тоже так или иначе претендуют? Или все-таки это немножко другая история? Безусловно, с 2021 года мы запустим программу для самозанятых, поскольку данный вид масштабирован уже по всей России, и, соответственно, с 2021 года мы готовы будем предложить для наших самозанятых Тверского региона отдельный продукт по займу. Ну, тогда вот давайте, да, еще раз обозначим все-таки на сегодняшний день, да, вот вы говорили, что цифрами готовы похвастаться, наверное, вот это пришло время, да, какие виды поддержки, да, сейчас работают, какие из них наиболее популярны, ну и чего уже по цифрам удалось добиться, оказывая помощь малым и среднему предпринимательству на территории региона? Да, вот когда мы подводили итоги в преддверии 12-летия, для нас, скажем так, было неожиданно увидеть, что суммарная финансовая поддержка, которая была оказана фондом за этот период, подошла к 10 миллиардам рублей. Значит, из чего она сложилась? За этот период 2 миллиарда – это у нас средства займов, которые мы предоставили предпринимателям, и 8 миллиардов – это кредитные средства, которые были обеспечены за счет фонда и привлечены в коммерческих банков, которые в дальнейшем были вложены в экономику Тверского региона. Опять-таки же, 2020 год демонстрирует у нас рекордные показатели по предоставлению займов. То есть, из 2 миллиардов четверть объема, более 500 миллионов рублей, мы оказали только в 2020 году. Опять-таки же, это свидетельствует о том, что бизнес адаптируется к сложившейся обстановке. Для нас это тоже определенный, скажем так, сигнал и звонок для того, чтобы мы адаптировались под потребности наших предпринимателей. Кирилл, ну, к вам тогда вопрос. Вот на ваш взгляд, вот сейчас Ян нам рассказал, о том, какие успехи уже добились. Потребности предпринимательства. Насколько, на ваш взгляд, фонд и другие меры поддержки, которые у нас сейчас существуют в регионе, они отвечают всем потребностям? Насколько они упрощают ведение бизнеса и помогают? Я вообще считаю, что, вот, крайне согласен с тезисом, что кризис – это время возможностей. Как раз на этой волне нужно заниматься развитием, масштабированием, либо введением каких-то новых продуктов, открытием новых линейок, либо, ну, у каждого, в данном случае, своя сфера занятости, что называется. В этом смысле великолепный симбиоз регионального центра «Мой бизнес» и центра поддержки МСП – это вот прекрасное, прекрасное такое региональное предприятие, которое позволяет людям обучаться. А зам бизнеса в том числе люди просто могут зайти на сайт, получить, вот, нажать на, кликнуть на какое-то окошко, получить консультацию, получить даже некоторые услуги в виде, там, переводов каких-то некоторых материалов, консультационных услуг по юридическим вопросам. Совершенно бесплатно это может быть, и здесь от, что называется, будущего предпринимателя нужно только желание. Поэтому, мое мнение личное, что текущие продукты, которые предоставляются фондом и центром «Мой бизнес», они отвечают всем потребностям текущей конъюнктуры, потому что, ну, в общем, все возможные вещи, кроме как высоко рискованные только операционные деятельности, не обеспечиваются данными организациями, наверное. Ну, а вот насколько, немножко у нас времени осталось до перерыва, все-таки несколько слов о том, насколько вот именно ваш бизнес, да, он, скажем так, ну, не то, что остается на плаву, да, мы видим, что вы развиваетесь вот именно с точки зрения фонда, вот по вашему бизнесу, если несколько слов. — Мой бизнес хорошо себя чувствует, слава богу. В этом случае большое спасибо фонду, большое спасибо некоторым представителям нашего региона в том числе. Мы стараемся, мы двигаемся, но ведь, помимо того, что ты можешь просто получить денежные средства, нужно еще и быть каким-то генератором идей, да, поэтому в данном случае нужно такой-то, опять же, симбиоз какой-то нести, потому что просто получить деньги и смотреть на них, это же глупо. — Один из предпринимателей у нас сегодня, я напомню, Юлия Ковальчук, генеральный директор школы иностранных языков. Юлия, школа иностранных языков в Твери, что это вообще такое, да, насколько сложно ввести подобного рода учебное заведение? Ну, про пандемию мы не говорим, мы уже отчасти, да, сказали, что тем более на карантине были, да, как говорят, в локдауне небольшом. Расскажите вообще, насколько энергозатратное предприятие? — Наша школа иностранных языков существует шестой год. Мы открылись в 2015 году. Я и две мои коллеги, также выпускницы Тверского госуниверситета, факультета иностранных языков и международной коммуникации, сошлись в том, как нужно преподавать иностранные языки. И открыли школу для того, чтобы как можно больше жителей Тверской области, и в Твери в частности, как можно больше детей, могли получить качественную услугу. То есть для нас приоритет — это качество обучения, также наши приоритеты — это сотрудники, поскольку очень важно, на мой взгляд, не отпускать ценные кадры в столицу, а то и дальше, для того, чтобы они там практиковали иностранные языки, свои, да, и таланты применяли, а именно здесь, в Тверском регионе, обучали детей. Вынуждены вас перебить, у нас телефонный звонок, давайте послушаем, к нам в студию дозвонился, да, человек. Слушаем вас, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, я звоню из города Калиазин, Тверской области, естественно, да, исполнительный директор предприятия «Аванти» Ефимова Валерия Глебовна. Наше предприятие занимается производством обуви, и давно, уже с 2012 года, сотрудничает с фондом содействия предпринимательства, кредитуется, и благодаря этому предприятие хорошо развивается. Хотела вот выразить благодарность лично Яну Александровичу Солюкову, всем коллегам, всему коллективу, за понимание, за поддержку, за то, что мы благодаря действительно фонду развиваемся, кредитуемся быстро и на максимальные обычно суммы, и благодаря этому приобретаем новое оборудование и поддерживаем. Но поскольку коллектив у нас женский, руководители у нас тоже женщины, хотела задать вопрос, займы для развития женского предпринимательства, и какие планы на следующий год, и появится ли что-то новое для нас? Спасибо большое. Спасибо. У нас вполне такой конкретный, осязаемый вопрос, люди знали, с чем звонили, да? Женское предпринимательство, рассказывайте. Да, безусловно. Категория женское предпринимательство у нас отнесена в приоритетные виды деятельности, и для них особые условия в части ставок по предоставляемому займу. Если женщина является индивидуальным предпринимателем, или женщина создала юридическое лицо, является руководителем, или 50 и более процентов владеет долей в уставном капитале, то такой хозяйствующий субъект может рассчитывать на льготную поддержку в виде займа 3% годовых. Что тоже значительно ниже, чем, о чем Кирилл говорил. Да, поскольку у нас для обычных видов деятельности торговля, услуги, ставка стандартная, она приравнена к ключевой ставке Центрального банка, сейчас это 4,25% годовых, а вот для приоритетных отраслей, да, есть у нас послабление в части именно ставки, поскольку они себя, скажем так, позиционируют именно в приоритетных видах деятельности, и если деятельность у них на протяжении последних трех лет безубыточная, пожалуйста, они могут рассчитывать на льготные условия наших займов, безусловно. Ну, вообще, насколько сейчас популярно женское предпринимательство? Вот по примеру Юлии, да, вот она начала, мы сейчас к ней вернемся, да? Ну, вот если смотреть по структуре портфеля, то где-то порядком, ну, наверное, треть портфеля у нас составляет именно приоритетные виды деятельности, куда, опять-таки же, входит и женское предпринимательство. Ну, это немало. Да, безусловно, безусловно, да, да, да. Соответственно, мы делаем ставку на, ну, скажем так, на женщин, которые готовы развивать, да, свое предпринимательское начало, да, в тех или иных отраслях, безусловно. Ну, вот так, я надеюсь, что коллеги из Калязина, да, нас услышали, и слова Яна, да, тоже примут к сведению. Конечно, обращайтесь, женское предпринимательство тоже одно из приоритетов направления сейчас в работе фонда. И один из примеров, да, женского предпринимателя, Юлия, ну, вот вы планируете по каким-то программам, как предприниматель женщины участвовать в работе с фондом? Или еще пока планов таких нет? Вы знаете, вполне может быть, что мы будем работать с фондом. Я думаю, что мы будем работать с фондом. Уж не знаю, как женщина, там, будут привилегии или же по каким-либо другим показателям. Мы очень хотим развить направление обучения за рубежом. Мы вот буквально год назад начали сотрудничество с одной из именитых британских частных школ. И, к сожалению, в связи с локдауном нам пришлось на неизвестное, на неопределенное время от этой идеи... Локдаун там, в Британии, да, который был объявлен? Да, ну, собственно, он объявлен по всему миру, то есть закрытые границы. Да, полноценный такой месячный был, да? Да, то есть сейчас мы временно эту идею отложили. Конечно, как только появится возможность, мы будем развивать это направление. И вполне может быть, что и здесь мы обратимся в фонд содействия кредитованию. Ну, если вот вы являетесь руководителем или же учредителем, пожалуйста, то есть программа именно по приоритетному виду деятельности, как женское предпринимательство, она для вас будет доступна. Да, то есть здесь, на самом деле, на нашу организацию с какой стороны ни посмотри, везде... Везде льготы. Нет, везде льготы, я имею в виду, что даже, пожалуй, трудно будет выбрать, по какой именно из ваших программ воспользоваться, потому что везде условия выгодны. Нужно, значит, по всем. Да, вот сейчас поручительство у нас вообще под 0,5% годовых. Это копейки. Как говорит руководитель центрового бизнеса Михаил Окроп, это благотворительство. Ну, да, скажем так, символическое, да. Почему бы и нет, если отрасли благородные, ну, наша отрасль образования все-таки, ну, действительно приоритетная, почему бы и не благотворительность, собственно? Может быть, действительно можно заработать на чем-то другом, да, а здесь помочь. У меня следующий вопрос будет вот такой вот. Мы услышали Кирилла, да, он рассказал о своем бизнесе. Мы услышали Юлию, которая рассказала о том, что такое школа иностранных языков в Твери. И вопрос вот ко всем спикерам. В целом, если вот так теперь отталкиваться от того, о чем мы уже поговорили, ведение бизнеса в Тверской области, малого-среднего предпринимательства. Что это такое? Вот я прошу каждого высказаться. Ян, давайте с вас начнем. Ну, во-первых, это реализация своей идеи, да, поскольку вынашивать идею и таить ее в себе, ну, конечно, это неправильно. Всегда нужно пробовать, и только за счет стремления в реализации идеи, мыслей могут привести к желаемому успеху. Да, бывают, конечно, и ошибки, и оступаешься, но ты оглядываешься назад, ты анализируешь, где ты допустил ошибку, и при повторной реализации своей идеи ты можешь добиться серьезных успехов. Ну, а если в целом о действующем рынке предпринимательства, мы, конечно же, видим, что он стабильно, динамично реализует свою функцию и вкладывает определенную, скажем, долю в ВРП региона, безусловно, да. Кирилл, ваша точка зрения. Введение бизнеса в Тверской области, что это такое вообще, насколько это сложно и насколько это такая вот затея, которая стоит там, скажем так. Я считаю, что ввести бизнес нужно, особенно это важно, если у тебя действительно есть какие-то идеи, и, ну, пока ты не попробуешь, ты не поймешь, возможно ли это. Единственное, здесь нужно понять, что если твоя идея тебе кажется сильно какой-то вот такой выдающейся, скажем так, нужно ее очень хорошо взвесить, потому что она может быть, на самом деле, далеко не такой. Вот. В этом смысле, как я уже говорил, прекрасный инструмент в виде фонда поддержки МСП плюс мой бизнес, региональная площадка, которая позволяет предпринимателю, а, познакомиться с возможными мерами поддержки, б, получить их, б, реализовать уже в дальнейшем, и иногда даже не имея какого-то стартового капитала. Все зависит от того, какова твоя идея. Делать это нужно обязательно, ввести в Тверской области бизнес можно и нужно, но грамотно и, вот, опять же, пользуясь совместными площадками, взвешивая риски все, потому что бизнес – это всегда высоко рискованное, что называется, предприятие. В этом смысле, у нас есть в регионе все инструменты, которые позволяют его вести, и вот девушкам так вообще практически бесплатно. Ну, вы согласны с мнениями коллег? Да, я согласна с мнениями коллег. Хочется добавить, что, мне кажется, очень немаловажно вести бизнес честно и законопослушно, потому что это реально. То есть говорят, что если вести его честно и законопослушно, то прибыли никакой не будет, это ненадолго и все остальное. Ничего подобного. Вести бизнес законопослушно можно, и больше того, скажу, в нашем случае мы не рассчитывали на то, что, да, мы платим налоги государству, взносы в различные фонды, все по-честному. Мы не рассчитывали на то, что в трудную минуту нам государство отплатит доброй монетой. Добавить, прошу прощения. Да, безусловно, вот сложился такой некий стереотип боязни к тому, где позиционируется именно государственная поддержка. На самом деле это не так. Я вернусь к своим первым высказываниям, что тот, кто один раз попробовал, он этот стереотип в себе развеет и вернется к нам. Вот это самое главное, что нужно открыться, довериться и пользоваться этим. И тогда ты добьешься успеха. Ну вот, уже у нас не так много времени осталось до конца программы. Все-таки, в том числе, сегодня собрались здесь, чтобы подвести итоги 2020 года, года непростого, в экономическом плане, да, в медицинском, во всех планах. Ян, насколько вообще сложно было работать в 2020 году? Какое влияние сложившаяся ситуация оказала на работу и как вообще справлялись трудности? Безусловно, год был сложным для, скажем так, предпринимателей. Мы под эти условия, безусловно, подстроились. Мы не останавливались ни на один день. У нас было очень много обращений от наших действующих клиентов о продлении действующих договоров займа. Мы никому не отказали, то есть всем пошли навстречу. Перенесли часть платежей на более поздние сроки. И вот в этом интенсивном режиме, несмотря на пересмотр действующего портфеля, мы смогли добиться существенных объемов по вновь выданным займам предпринимателям, которые те, кто не остановился, те, кто смотрел в будущее и верил, что все-таки нельзя останавливаться и привлекать ресурсы для того, чтобы поддержать себя в трудную минуту. Но эти займы во многом стали даже рекордными, как Вы сказали. Безусловно, да. Пакет не только уменьшился, он увеличился. Безусловно. И мы разработали специальные новые программы. Программа доверия. Это займы без залога. Это тоже был востребованный продукт на сегодня. Опять-таки же, мы расширили цель предоставления займов. Это на заработную плату. И все это в синергии сложилось в такие вот существенные цифры именно по 2020 году, что рост существенный по итогам прошлых лет. Ну и вот мы неоднократно уже в ходе эфира говорили о том, что важную роль, не то что важную роль, а площадка, на которой это все реализуется и поддержка это оказывается, это центр мой бизнес в Тверской области. Немножко об этом поговорим. Давайте тоже, как вообще случается взаимодействие, как одно от другого зависит и как эта работа ведется. Да, вот раньше стояла острая проблема, что предпринимателю необходимо было обращаться в различные организации, которые расположены по разным адресам, в разных районах города. Сейчас же, с прошлого года, всю эту инфраструктуру поддержки объединили под единой площадкой, под единым брендом мой бизнес. То есть теперь предприниматель приходит в одно место и в одном месте получает весь комплекс услуг, все, что связано именно с поддержкой малосредственного предпринимательства. Там же на этой площадке находится и наш фонд. Соответственно, если он пришел за какой-либо консультацией или на мероприятие, какой-то семинар, он, соответственно, после данного мероприятия может получить консультацию по услугам фонда, то тут же, никуда не переезжая, все в одном месте. Это очень эффективно и снижает именно время для общения с организациями, которые оказывают поддержку. И что немаловажно, так же дистанционно, еще легче, еще проще, быстрее можно все оформить, даже не приходя. Потому что мы с вами сегодня встретились лично первый раз, хотя вот сотрудничаем, получается, дистанционно, в очень удобном формате. Безусловно, да. Ну вот немножко времени, у нас 3,5 минуты остается до конца программы. Хочется все-таки, скажем так, попрощаться с 2020 годом непростым. Мы все это сделаем через примерно 2,5-3 недели. Планы, хочется узнать о планах. Давайте с предпринимателями начнем. Кирилл, какие у вас так вот, если вот... Планы исключительно развития, исключительно с позитивным мышлением и, что называется, верой в светлое будущее. Поскольку бизнесом заниматься нужно, можно, для этого есть все инструменты в регионе. Девушкам, тем более заниматься этим бизнесом нужно в нашем регионе. И молодым людям пробовать себя, поскольку это, ну, малое и среднее предпринимательство, это огромный пласт в структуре государственной экономики в нашем регионе. И взять его нужно, я в этом глубоко убежден. Точно так же и с этой же позиции я пойду в 2021 год и буду нести ее с собой. Юлия, какой у вас настроен в 2021 год? Чтобы, наверное, не хотелось бы, в первую очередь, повторения ситуации 2020-го, да? Ну, вы знаете, 2020 год выявил несколько точек роста. И, в первую очередь, для нас это развитие дистанционного обучения, а именно онлайн занятий. В данный момент у нас не только клиенты из Твери, но и из Тверской области, из нескольких городов, из Самары, из Сочи. И даже наши преподаватели занимаются поддержанием уровня языка за счет работодателя с преподавателями из англоязычных стран, из США в частности. То есть, развитие именно дистанционного образования у нас также сейчас в приоритете. Ну, и поскольку мы приобрели новое помещение, конечно, будем вкладывать все силы в то, чтобы это было достойное учебное заведение, как для дошкольников, так и для школьников, и для взрослых по нескольким иностранным языкам. Ян, ну вот буквально минутку у нас до эфира, коротко. 2021 год. Чем планируете радовать и поддерживать предпринимателей региона? Безусловно, мы продолжим оказывать поддержку, мы будем адаптироваться под потребности нашего малого бизнеса, поскольку 2020 год показал, что не бывает ничего постоянного. То есть, всегда нужно меняться, адаптироваться к сложившейся ситуации. Безусловно, разработка новых программ поддержки. Не будем на этом мы останавливаться на текущих программах. Опять-таки же, вернусь, это программа по самозанятым. Самое главное, что мы открыты и будем дальше продолжать оказывать поддержку именно нашим предпринимателям Турского региона. Что ж, ну спасибо. Я еще раз благодарю наших гостей за участие в программе. Я напомню, что сегодня мы вместе с предпринимателями Твери, вместе с руководителем фонда «Содействие малого и среднего предпринимательства» Янам Суликовым общались. Ну, во-первых, мы в преддверии праздника, в преддверии 12-летия фонда поздравляли. Спасибо за поздравление. Мы подводили итоги и так далее. Спасибо. А это была программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Всего доброго, до свидания и удачи. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»